В рамках данного проекта мы проводили комплексную диагностику развития детей от года до семи лет. Такая диагностика включала в себя оценку уровня развития детей с помощью современных тест-систем. Это такие системы, как тест-бэйли для детей от года до трех с половиной лет. Они оценивают уровень речевого, двигательного, общего умственного развития. Для детей постарше 4-7 лет мы применяли тест Векслера, он оценивает общий интеллект у детей. Также в рамках данного проекта оценивался у всех детей уровень их просоциального или помогающего поведения. Помогающее поведение бывает разных видов. Это может быть как инструментальная помощь, скажем, когда ребенок помогает поднять упавший предмет. Или эмоциональная помощь, если экспериментатор разыгрывал сценку, где ему как бы становилось больно. Ребенок мог утешить экспериментатора или обратиться к маме, что больно экспериментатору. Также это может быть альтруистическая помощь. Скажем, ребенку необходимо было поделиться ресурсами. Ему давались печенья, и у экспериментатора этих печеньев не хватало. И ребенку нужно было поделиться своими ресурсами. У каждого ребенка в той или иной степени выражены разные виды этого помогающего поведения. И мы исследовали как группу типично развивающихся детей, так же и детей с аутизмом. Считается, что одним из основных симптомов аутизма является нарушение социального взаимодействия. И мы давно уже исследуем эту группу детей, и оценивали так же у них уровень выраженности симптомов аутизма. Тоже у нас есть современные тест-системы. Это тест-система ADAS, которая оценивает, насколько сильно проявляются симптомы аутизма у детей. И тест CARS использовали. Кроме того, так как мы говорим про нейрофизиологические механизмы, мы регистрировали у всех испытуемых электрическую активность головного мозга с помощью такого прибора, как электроэнцефалограф нейронспектр-5. Целью нашего исследования было оценить, как меняется электрическая активность головного мозга у детей, когда они реализуют разные виды помогающего поведения. И есть ли какие-то характерные особенности этих реакций у детей с аутизмом. Мы обследовали около 100 детей. Значимость у исследования и фундаментальная, и прикладная. С одной стороны, мы изучаем механизмы, каким образом дети обучаются помощи, и как это отражается в электрической активности головного мозга. Также мы исследовали так называемую зеркальную систему мозга. Это и в теме проекта у нас прописано. Зеркальная система мозга — это система, которая отвечает за обучение путем подражания. И считается, что как раз-таки вот эта система мозга, она нетипично развивается у детей с аутизмом. И поэтому им сложнее понять действия других людей, им сложно понять эмоции и сопереживать, сочувствовать другим людям. Мы также проводили тесты на активацию данной системы. А как раз-таки индикаторами активации данной зеркальной системы мозга являются определенные ритмы электроэнцефалограммы, которые мы записывали у детей. И ближе к вопросу о значимости, то есть имеется как теоретическая значимость, да, то есть мы выявили определенные механизмы, как меняются различные ритмы мозга в разных ситуациях у детей, развивающихся типично, и у детей, развивающихся, у детей с нарушениями. И также имеется и прикладной аспект, в настоящее время актуальный вопрос о разработке методов коррекции для детей с аутизмом, методы коррекции симптомов определенных. И одним из таких современных методов является метод биологической обратной связи по характеристикам ЭЭГ. Данная методика, она достаточно давно применяется, скажем, с детьми с дефицитом внимания или с повышенной тревожностью. Суть методики в том, что у испытуемого или у ребенка, скажем, регистрируется энцефалограмма, ребенок смотрит на экран монитора. И если ребенок успокаивается, концентрируется, скажем, на изображении на экране, то какие-то характеристики этого изображения, скажем, яблоки, цвет изображения или звук какой-то с компьютера, он меняется. Скажем, если ребенок успокаивается и становится внимательным, да, внимательно смотрит на картинку, у него определенные ритмы мозга начинают доминировать, и яблочки, скажем, становятся красными на экране. Таким образом, ребенок получает сигнал обратной связи о своем состоянии головного мозга. И если пройти такой тренинг, целый ряд тренингов, да, скажем, минимум 10 таких тренингов, то это состояние, оно закрепляется, да, и ребенок запоминает это состояние, и ему затем, скажем, легче концентрироваться уже в обычной жизни. Так вот, данные тренинги также можно применять для коррекции симптомов аутизма у детей. То есть дети обычно после таких тренингов, они становятся более сконцентрированными, скажем, на задаче определенной, и лучше у них, скажем, проходит игротерапия коррекционная у таких детей. И как раз-таки вот наши исследования, они могут дать научные данные для разработки именно эффективных протоколов, более эффективных протоколов, и уже даже некоторые данные мы используем, и проводится ряд исследований уже с тренингами биологической обратной связи, которые в дальнейшем могут быть более эффективными для коррекции таких нарушений. Исследования в данном направлении будут продолжаться. Также мы с командой исследователей планируем продолжать диагностику детей типично развивающихся и с расстройством аутизмического спектра. Также планируется работа в направлении с группой детей с нарушениями речи. Я в данной сфере занимаюсь со студенческих лет, когда я пришла еще студенткой писать дипломную работу в лабораторию психофизиологии к доктору наук профессору Павленко Владимиру Борисовичу. И с Владимиром Борисовичем шла моя научная работа, и писала я кандидатскую диссертацию, которую защищала в Москве в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН в 2016 году. И сейчас мы, коллеги, продолжаем совместную работу, очень интересная работа научная, совместные проекты подаем. Поэтому могу сказать, что заинтересовала меня данная область еще, когда я была студенткой, начала заниматься энцефалографией. Затем меня обучили сотрудники лаборатории проводить диагностику детей, и вот таким образом начала я работать именно в направлении психофизиологии ребенка. Научная работа, само написание статей, проведение экспериментов — это творческий процесс. И с одной стороны это самостоятельная работа, с другой стороны это командная работа, поскольку все наши проекты, статьи и даже кандидатские диссертации, несмотря на то, что в большей степени они выполнены каким-то одним человеком, но обсуждение полученных результатов — это всегда коллективная работа. Быть ученым — это заниматься любимым делом в коллективе единомышленников.